Все, да? Я хочу благодарить собравшихся, потому что на самом деле я бы не удивился, если бы здесь не было ни одного человека. Это, в общем-то, было бы только естественно. Хотя, с другой стороны, по этому поводу можно вспомнить очень осторожный ответ Дорида своим критикам со стороны ангажированного и в то время еще очень активного марксизма, когда Дорида, как они выразились, наконец, соизволил выпустить книгу по Марксу. То со всех сторон вместо благодарности посыпались визвительные комментарии тех, кто почитал всю свою жизнь, посвященную марксизму, и упрекал Дорида за то, что тот пришел так поздно. Где был Дорида, спросил, по-моему, Ахмат, если я сейчас не вру, когда мы в нем нуждались. Дорида ответил, что некоторые вещи бывают уместно несвоевременными. И к этому можно добавить, что некоторые вещи бывают и уместно различными. То есть совершенно очевидно, что самое опасное, что сегодня можно сделать, впрочем, оно уже делается, и никто, похоже, от этой опасности еще никакого настоящего страдания не ощущает. Самое, скажем так, теоретически недальновидное, что сегодня можно сделать, это полностью растождествить то, что называется реальным протестом действующего напрямую тела, и прочими формами, которые могут быть связаны с размышлениями, на первый взгляд, как будто бы к происходящему отношению не имеющими. На самом деле, хуже всего вовлечься в риторику тех, кто постоянно гоняет по Фейсбуку разнообразных хомячков и тем самым встать на позиции изначальной виновности, так как если бы сегодня в эти дни мы никакими теоретическими вещами больше заниматься не можем. На самом деле, очевидно, если мы не будем считать происходящее чем-то эксклюзивным, а отнесемся к нему так, как к этому делу очень скоро отнесется большое количество исследователей, мы поймем, что нет таких процессов общественного беспокойства, которые не вовлекали бы в себя параметры, некоторым из которых уже более ста лет. То есть все, что происходит, вовлекает в себя процессы и функции, которые на самом деле являются довольно древними. И в этом смысле интересно было бы, если бы кто-то действительно озаботился тем, что сегодня нам следовало бы читать. То есть есть ли какие-то произведения, которые раньше мы читали, бегло или не так, или не замечали в них этого аспекта, я имею в виду произведения философские, хотя, в общем-то, и не только. Есть ли такие произведения, которые действительно бы имели отношение к происходящему сегодня? И надо сказать, что их очень много. Это не только Лакан, хотя, в общем-то, весь 17-й семинар Лакана напрямую, буквальнейшим образом относится к тому, что происходит сейчас, а не только в России. Это вещи, которые Лаканом были сказаны в форме крайне неудобной, в форме почти эзотеричной, непонятной. Из-за этого 17-й семинар сегодня котируется только со стороны четырех дискурсов, о чем вам, наверное, известно. На самом деле там есть вещи поинтереснее, поважнее. И в этом отношении я и хотел бы поговорить о той теме, которую поднял в тот раз, тогда, когда мы уже буквально были готовы с аудиторией расстаться. Я поэтому полагаю, и это извинительно, что она прошла незамеченной, и что, возможно, она кому-то не показалась стратегически важной. Но я полагаю, что именно сегодня уместно эту тему развить, подчеркнуть ее, и дать ответ на некоторые вещи, которые о себе продолжают заявлять как само собой разумеющиеся. При том, что, и это будет одним из тезисов нашей сегодняшней встречи, то, что происходит сегодня, сам способ оформления недовольства, и, разумеется, само это недовольство в целом, вызвано именно тем, что с этими вещами не считаются. Нам сегодня, может быть, как никогда нужен особенный тезис Лакановской деконструкции, который довольно удачно проиллюстрировал Жижек, хотя, мне кажется, он не был в нем слишком радикален. Тезис, согласно которому, большинство из вещей, которые мы почитаем связанными, являются абсолютно несвязанными и друг от друга не зависят, а разве что находятся рядом, то есть располагаются в метанимической связи. И, с другой стороны, напротив, есть вещи, которые мы никогда зависимыми и связанными не полагаем, к этому не предпосылает ни наше образование, ни наша бытовая логика, которая, на самом деле, не столь уж формальная, скорее, как, опять же, уместно, тем же Лаканом было замечено и формальная логика – это производство древнегреческого быта. При этом я не имею в виду, что здесь все скатывается в какой-то релятивизм. Наоборот, зависимость довольно строгая, этим она интересна. Так вот, тот определенный способ мышления, которым отмечен современный субъект, получивший образование обычного типа и погруженный в языковую среду ее связи обычного типа, этот субъект, разумеется, не может получить доступа к некоторым связям, над которыми, и это, в общем-то, основное занятие философии XX века, она и бьется. И в этом смысле, когда на сцену заступают так называемые прямые действия, и когда якобы выясняется, кто был достаточно принципиален, а кто дал слабину, то, по сути, почти все эти диагнозы априори ошибочны, ибо это интересная зависимость, и ее следует учитывать как раз-таки в тех ситуациях, когда как будто бы требуется отбросить всякую теорию, действовать напрямую, именно в этих ситуациях проявляются недоработки самой теории. То есть именно эти ситуации в более пафосной и требовательной форме ожидают того теоретического анализа, который не может быть им послан. В каком-то смысле всякая чрезвычайная ситуация, всякое происшествие, вовлекающее в себя большое количество людей, является в некотором смысле предметом того, чем занимается теоретик тогда, когда как будто бы ничего не происходит. Я имею в виду не то, что такого рода события должны быть подвергнуты теоретической рефлексии, что потом на это место придут социологи, дадут собственные оценки и прогнозы и так далее. Я говорю не об этом довольно убогом уровне теории. Я имею в виду то, что каждый разрыв событийности, каждое беспокойство, каждый скандал, буза как раз таки и должна являться объектом приложения той теории, что имело дело с максимально неочевидным. То есть именно тогда, когда на сцену выступает якобы очевидное, где требуется якобы однозначное действие, вот тут как раз и начинают задействоваться механизмы структуры, которые до того не были проявлены и к которым привлекали внимание разве что такие фрики, как тот же Лакандери или, может быть, Лаклау. Все это казалось, разумеется, совершенно несерьезным, хотя это тоже парадокс, аудитории как раз таки было время этим заниматься, но она этим не занималась, а когда настали чрезвычайные события, разумеется, они сами стали оправданием для того, чтобы книг этих больше не открывать. И в этом смысле я бы хотел попробовать сегодня показать, что в каком-то смысле неподлинным, неистинным, потому что эти слова девальвирующие, в общем-то, они лишены особенного смысла. Я бы сказал так, структурно действующим объектом протеста сегодня является не совсем то, что этим объектом называют. И здесь ценно то самое развлечение, по поводу которого, как правило, в психоанализе возникает больше всего вопросов, это различение различных компонентов влечения. Как вы помните, основным из них является различие объекта и цели. То есть Фрейду удалось показать, и это был, конечно, крупный разрыв с тогдашней психологией, метафизикой, вообще всей стандартизированной наукой, что существует некоторое особенное отношение между объектом и целью. Если вы, скажем, откроете любой учебник по психологии, то там этого различия вы не найдете. Объект — это и есть цель. Скажем, создание крепкой маркетинговой структуры, которая сама является объектом и целью, и ценностью, и бог знает чем. При том, что как раз-таки это сваливание в кучу всех параметров и намекает на то, что перед нами полная чушь, совершенно ненужный объект, так сказать, совершенно ситуативная шумиха на местах. Так вот, Фрейд заметил, что ни в одном из более-менее значимых для человеческого желания действий объект и цель не совпадают. Их всегда нужно различать. Скажем, в случае влечения объектом является случайно попавшаяся женская туфелька, а целью, разумеется, сексуальное удовлетворение. Но это лишь самый начальный этап, самое примитивное различие изучения бессознательного. Наводит нас на множество других различий того же типа, но гораздо более сложно устроенных. Иные из них полностью остаются структурными, и объекта в его физическом смысле вообще не задействуют вообще. И вот в этом отношении, я думаю, полезно было бы посмотреть на то, что именно является сегодня объектом этого протеста, не целью, ибо цель понятна. Она настолько понятна, что ее сумел даже в крайне смешной и парадоксальной форме, я, может быть, сегодня это приведу в качестве актуального примера, озвучить российский митрополит в Киеве, по крайней мере, так было сформулировано его должность. И он привел, сам того не ведая, привел очень забавный, нарративный, парадоксальный пример сегодняшних дискуссий. И я попробую потом показать, как это выглядело. Парадокс этот очень поучительный, но он показывает на то, что даже политическая ситуация, даже действия, так сказать, людей конъюнктурно ангажированных, не совсем те, какими мы их себе представляем, скажем, с протестных позиций. Они всегда устроены немножко сложнее. Они всегда опережают то, что мы можем в припадке раздражения им в лицо кинуть, при том, что это делает их действия еще более пернициозными. И вот в этом отношении я хотел подхватить то, что в прошлый раз выпало почти случайно, ибо я не планировал заканчивать прошлую лекцию так, как ее закончил. Я подвел к тому, что если существует то, что Фрейд называет постоянной внутренней аффективной константой субъекта, он имеет в виду не какую-нибудь юнгианскую волю в жизни или любовь к каким-либо духовным проявлениям, если мы хоть немножко с Фрейдом знакомы, я, в общем-то, на это вообще сегодня не рассчитываю, потому-то и собрал я вас опять здесь для очередного ликбеза. То, чем занимается Фрейд, то, что он передал в дальнейшую философию, является специфическим и уникальным и фигурирует у Фрейда под именем желания. Желание – это не просто какая-то совокупность разного рода намерений, это не какая-то, как я уже сказал, общая любовь к жизни. Желание – это вещь, которая практически всегда подвергается вытеснению. Это ее отличает от всех прочих компонентов чисто психологических, не аналитических теорий. Желание подвергается вытеснению, с ним определенные проблемы, истину желания ему признать не в состоянии. Именно это делает желание структурно интересным. Именно поэтому сразу возникает несколько этажей структуры, которые, как потом выясняется, вступают между собой в парадоксальные сложные отношения. Тогда, когда, скажем, вам представляют теорию Фрейда в урезанном виде, в виде этого скрытого, потому дважды урезанного айсберга, где якобы где-то плавает сознание, потом что-то омывается в качестве предсознательного, а в глубине бессознательное, а где-то сверху болтается суперэго в виде наставления нашей матушки, то все это, конечно, никуда не годится, поскольку уже Фрейдам было замечено, что структура эта в каком-то смысле парадоксально замкнута на себя, что суперэго – это вовсе не моральное установление общества, но суперэго сугубо и строго относится именно к бессознательному, то есть к инстанции «оно», как мы ее знаем из первых русских переводов. И уже это делает схему Фрейда крайне причудливой, напоминающей ту самую бутылку Кляйна, вставленную в себя, самую горлышком, та бутылка, на которой так много и плодотворно показал нам Лакан. Лакан задействует самые сложнейшие топологические фигуры. И вот в этом отношении я бы хотел поговорить о инстанции, которые труднее вдвойне. Потому что это инстанция, которую Лакан называет не просто желанием субъекта, а желанием аналитика. При том, что это все не только отсылает к типичным западным дискуссиям о том, в какой степени аналитик может обладать желанием, могут ли у него быть некоторые внутренние отношения к пациенту, или он обязан хранить полную бесстрастность. Спор совершенно бесперспективный. Попробуйте как-нибудь где-нибудь ради пробы в интернете его начать, и вы тут же увидите, как развертывается некоторое количество совершенно банальных мнений. Кто-то скажет о бесперстрастности, кто-то справедливо, житейски уместно заметит, что бесперстрастным оставаться нельзя, что задача поставлена неверно. На самом деле все эти ответы никуда не годятся, потому что, уже показывая, собственно, негодность быстрым исчерпанием, не дают нам понять, что имеет Лакан под желанием аналитика в виду. Имеет же в виду Лакан вещь очень принципиальную, и говорит он не просто о своем, скажем, желании, а буквально о том, благодаря чему психоанализ появляется на свет. Я не помню, в какой уже аудитории я говорил о том, что психоанализ – это такая штука, для возникновения которой нет ни малейших предпосылок. Это и вырывает психоанализ из судьбы так называемой эволюции западной научной теории, потому что мы знаем, что теория развивается последовательно, что ни одно открытие с неба не упадет, что везде работают лаборатории, в которых открытие подготавливается, что все открытия связаны своей научной логикой с предыдущими открытиями. Я думаю, всем это все понятно. Именно это и заставило однажды Хайдеггера сказать, что, мол, наука не мыслит, то есть она никогда за пределы научной чтойности не выходит. Так вот, психоанализ, похоже, все-таки мыслит, не знаю, как на это смотрел Хайдеггер, поскольку сама психоаналитическая теория возникает в силу некоторого разрыва в этой научной истории, при том, что Фрейд и сам был ученым. Психоанализ возникает как вещь совершенно чуть ли не случайная, но тут же обнаруживающая свою неслучайность тем фактом, что аудитория оказалась не в состоянии его вынести. На психоанализ реагировали плохо, он до сих пор вызывает у субъектов раздражение и всякие аллергические реакции типа головокружения от текста флакана и так далее совершенно непонятны и мало оправданы, но тем не менее. Так вот, тот факт, что психоанализ мог появиться абы как, но тем не менее явно желание аудитории отвечая, вот здесь нам удобно провести различия между намерением и желанием. Намерением аудитории было Фрейда задушить, это очень часто иногда вспыхивает в разного рода документах, заметках и так далее, а вот желанием аудитории похоже было, чтобы Фрейд все-таки продолжал говорить, поскольку она его явно к этому подстрекала, давая в том числе и собственными реакциями повод для анализа. И вот в этом смысле Фрейд совершил то, что я пытался на первом году нашего семинара прорабатывать как структурное закорочение между двумя местами срабатывания понятия. Фрейд, вызывая желание аудитории, продолжает работать с понятием желания, то есть его объектом исследования, его терапевтическим объектом является желание субъекта. И я хотел бы здесь, опять же, совершить некоторое выворачивание перчатки, операция которой приводит к возникновению бутылок кляйной и прочих интересных объектов, и намекнуть на то, что меня все это, опять же, как лакана, интересует именно с исторической перспективы. Я не представляю здесь лакановского дискурса, я не являюсь лаканистом, я не являюсь фрейдистом. Меня все это интересует именно с той точки зрения, в которой самими действиями Фрейда или того же лакана вскрываются до того невиданные или незадействованные в ситуации процессы, включая, в том числе, конечно же, и процессы желания, теоретические процессы и вполне практические выплески, свидетелем которых мы чуть ли не сегодня являемся. Все это вещи, конечно, связанные, хотя не напрямую. И я полагаю, что всю эту историю с фрейдом и фрейдизмом нужно рассматривать не изнутри теории Фрейда. Мы обычно думаем о Фрейде как о человеке, отмеченном терапевтическими склонностями, как о том, кто сумел заманить в кабинет пациента, учредив у него так называемый перенос, то есть обращение в лечение на аналитика, потом с этим переносом работать, показав пациенту, что его надежда беспочвенная, как они были беспочвены с самого начала, что к неврозу его и привело. То есть мы полагаем, что вся эта история внутрикабинетная. До сих пор сегодня находятся люди, очень архаично упрекающие психоанализ за эту кабинетность, хотя некоторые теоретики психоанализа, в том числе и отечественные, и даже питерские, дают такой повод, трудно не признать. Ну и вольно же им называться лаканистами. Я полагаю, что зависимость здесь должна быть такой, как она уже была пронаблюдена самим лаканом. Это зависимость не хронологическая, то есть не временная, а именно логическая. Это зависимость определенных структур ситуации или частей ситуации. Слово, которое сегодня употребляется довольно часто и должно быть понятно. То есть не Фрейд, начав, Бог знает как, почему, из своего желания в форме прихоти заниматься переносом, желанием пациента, психоанализом, бессознательным, вызвал аудитории, своего рода нервную реакцию, скажем, религиозной аудитории, учредив перенос уже на свою фигуру, что очень заметно. Некоторые до сих пор пишут письма Фрейду в могилу, призывая его все исправить и вернуть обратно то естественное состояние, когда мы о бессознательном не подозревали. А напротив, в некотором смысле вся работа Фрейда над желанием и была своего рода следствием желания аудитории, желания определенной публичной формы самовыражения этой аудитории. И в некотором смысле это не противоречит тому, что я сказал выше. Психоанализ – это абсолютный скандал, его никто не ждал, никому он был не нужен, но тем не менее его желали, он назрел. И рассматривать всю психоаналитическую инициативу Фрейда, явно как и Лакана, это еще заметнее, если вы почитаете семинары Лакана, то увидите, что 90% текста занято отсылками Лакана к его современникам и предшественникам. Это современники, которые чего-то не уловили, в том числе в Лакане, которые, не спосылая ему ругательства, тем самым показывали, что с некоторыми вещами в области того же бессознательного или того же желания у них не хватает пороху иметь дело, они чего-то побаиваются, в том числе лично. И в этом смысле это самозакорочение фигуры, в случае лакановского дискурса, предсталовый в самой требовательной, ясной форме, Лакан буквально отвечает, чуть ли не в режиме реального времени, на то недовольство, которое вызывает его теория. И это само недовольство подвергается теоретическому изучению, потому что это не просто случайное, какое-то праздное недовольство, недоучек, а это недовольство людей довольно почтенных, недовольство людей, которые обязаны заниматься бессознательным желанием, но почему-то демонстрируют активную неспособность. Я говорю активную, потому что они все же занимаются и производят плоды, сомнительность которых сегодня буквально бросается в глаза. И надо здесь отдать должное лакану, потому что в то время эту сомнительность видели далеко не все. Нужно было и желание лакана, особенно издевательская его подсветка, чтобы мы эту сомнительность, эту вопиющую безграмотность в иных случаях увидели, и поняли, что она не просто плод недоразумения или плохой подготовки, а что скорее плохая подготовка, это следствие всей сложившейся системы современности, которая под знаком так называемого билдунга, хорошего немецкого образования, систематически производит недоучек. И именно в этом смысле я хотел бы говорить о желании аналитика. Я считаю это вступление в некотором смысле необходимым, потому что сегодня все еще существует некоторая слащавая, академически заигрывающая с неакадемизмом манера, в которой слово желание употребляется в смысле сугубо индивидуальном. Скажем, если пишут какую-то рецензию на режиссера, то могут назвать текст желания и, собственно, фамилия режиссера. Вот это вещи, которые не устают поражать. Это манера, которой, наверное, лет 15, но удивительно, что она сегодня активизируется, это тоже на что-то указывает, это своего рода сопротивление. То есть здесь предполагается, что интересно было бы поиграть с детскими фантазиями этого режиссера, например. То есть, разумеется, так впрямую никто не скажет. Тот самый конский психоанализ, как его называл Дорида, то есть психоанализ, который занимается, например, автобиографиями известных писателей, композиторов, с тем, чтобы выудить оттуда какие-то шокирующие новинки, показав, как это сказалось в их произведениях. Эта манера умерла лет 50 назад, и сегодня никто ее не смеет безнаказанно практиковать. Но, тем не менее, в каком-то косвенном, отдаленном виде она проникает в манеры сегодняшнего высказывания. И когда кто-то таким образом называет свой текст или намекает на, скажем, желание Лакана, то будьте уверены, что он имеет в виду не широкую публичную перспективу, в которой такие желания никогда не бывают индивидуальными, в которой они всегда ответ на определенную формацию публичного распределения между знанием и незнанием и ряда других вещей, которые никогда не касаются никого индивидуально, то есть они касаются, но никогда от индивида не происходят. Так вот, когда сегодня мы говорим о желании аналитика, необходимо отдавать себе отчет, что говоря о желании Фрейда, мы, как выразился Лакан вот в этой книге, не занимаемся психологией Фрейда. Нас не интересует, скажем, то, что иногда очень волнует психологов. Именно от психолога я услышал маленькую историю, которую, общаясь я с психоаналитиками, я никогда бы не имел шанса услышать, потому что у них есть какое-то подобие совести. Эта женщина, видимо, искренне привязанная к фигуре Фрейда, чуть ли не лично, с удовольствием рассказывала, как Фрейд в детстве был потрясен надругательством, произведенным на улице над его отцом. То есть какой-то господин якобы грубо обошелся с господином Фрейдом-старшим, вырвав у него шляпу и бросив его на парапет набережной. Что якобы это вызвало в жизни маленького Фрейда перелом, благодаря которому мы сегодня, в общем, по уши в знании о бессознательном. Вот надо сразу сказать, что такого рода вещей я здесь придерживаться не собираюсь, они совершенно меня не интересуют. Говоря о желании Фрейда, я это обозначил, я имел в виду желание аналитика, который появился как аналитик, потому что этого определенным образом не требовало, но желало его окружение. Разумеется, требовать они этого не могли, даже не подозревали, о чем речь, но поскольку некоторые вещи просто бросались в глаза, особенно после Киркегора, который сказал, что мы обитаем в эпоху невыносимой публичности, при этом он имел в виду не то, что нужно от публичности это устраниться, ударившись в экзистенциальное саморазыскание, он имел в виду вещь предельно конкретную, что тоже сегодня интересно было бы показать, чем никто сегодня практически не занимается, со времен Теодора Адорна, который это распознал. Единственная уникальная рецепция Киркегора как неэкзистенциалиста. Так вот, имея в виду то, что публичность невыносима, Киркегор имел в виду конкретный определенный склад публичности, включая систему нашего образования, включая характер нашей мысли, которая устроена так, чтобы, как я систематически пытаюсь показать, многие вещи держать на расстоянии. Иначе говоря, культура сегодняшнего мышления – это культура сопротивления, или же культура некоторой совокупности реакций, которые связаны с тем, чтобы о вещах не судить со стороны их отношения того, что Лакан назвал сестрой наслаждения. Под сестрой наслаждения он же понимал истину. И я уже приводил пример с тем, как это может работать. Например, что заставило первых толкователей бессознательного полагать, что речь идет о некотором вместилище? Как вообще появилась та ужасающая схема, в которой якобы сознание представляет собой некоторую инстанцию отдавания себе отчета, а бессознательное – это якобы скопище всего чего угодно, включая ошметки памяти и так далее? То есть как появилось совершенно неверное первейшее толкование системы Фрейда, в которой бессознательное – это определенного рода место с физическими параметрами, то есть совместимостью, размером и так далее? И кто-то скажет, что могло так легче всего рассуждать. В этой форме, якобы еще пока не слишком образованная в области анализа публика, и могла только бессознательному толкованию дать. В ответ на это можно указать посредством тех же Лакановских иллюстраций, что трехмерное мышление постоянно, давно и систематически заводит нас в массу ошибок, что оно является источником не просто упрощения, но и явных заблуждений, причем почти вопиющих скандалах в теории. Но, тем не менее, почему-то это мышление продолжает придерживаться, именно на нем базируется вся психологическая дисциплина, с ее эго-психологией, институтом психотерапии и так далее. То есть здесь по-прежнему держатся старые представления деления на внешнее и внутреннее, например, при том, что эти представления упразднены в философии XX века, показано, что ни одна система так не функционирует, что нет никакого загадя данного внешнего и внутреннего. И когда кто-то говорит о том, что некоторые вещи чуть попроще других, что, скажем, проще мыслить дихотомии внешнего и внутреннего, или там своих и чужих, или как угодно. Кстати, пример с ксенофобией, борьбы с ксенофобией, это тоже пример вопиющего упрощения, когда, скажем, либералы, борющиеся к ксенофобии, уверяют нас, что они постигли ее структуру, что якобы ксенофобия – это такая непонятная бяка, которая заставляет нас возмущаться против чужих, потому что они вносят живительное различие, что нужно это различие принять всем сердцем. Они, конечно, грубо упрощают ситуацию, становясь проводниками еще худшей глупости и репрессивности, поскольку еще со времен первых дискуссий о ксенофобии, чужаках и так далее, антропологами была сразу высказана мысль, нашедшая прочное теоретическое подтверждение. Все традиционные сообщества боятся чужих не потому, что они вносят различия, размыкая систему. Это болтовня об открытой и закрытой системе, еще один пример того утеснения, о котором я говорю. А наоборот, чужака боятся, потому что он приходит, чтобы различия стереть. Именно с этим, скажем, связан страх, ассоциирующий чужака с чумой, потому что чума, как известно, доводя нас до состояния смерти и гниения, обезразличивает, заставляя материю булькать и клокотать, стирая, скажем, прекрасный ликой юной девушки, и низводя его до неотличимой от прочих черепушки. И вот именно в этом смысле к феномену ксенофобии, если мы желаем этим заниматься, нам нужно подходить. То есть необходимо еще выяснить, кто, я не скажу с какими целями, ибо явно, что речь идет не о проплаченности, не о сознательных целях, не случайно мы занимаемся безсознательным. Необходимо выяснить, по какому желанию, кто из каких условий исходя, сразу начал дискурс о ксенофобии, борьбу с ксенофобией на таких явно негодных теоретических посылках. То есть почему борьба с глупостью ксенофобии сама начинается с глупости? Вот это показательный пример, я бы даже рискнул утверждать, что он распространяется почти на все свободолюбивое движение XX века, которое на самом деле не такое уж свободолюбивое, и не случайно именно поэтому ни один из серьезных философов никогда с ним дела не имел, то есть ни один из серьезных философов не был гуманистическим гуманитарием, понимая, что на самом деле гуманистический гуманитарий – это человек, который во многих вещах не отдает себе отчет, и то, что ему за это никто не платит, то, что он доброволен, скажем, добровольно борется за мир, исходя из совершенно некачественных теоретических аргументов, это на самом деле еще хуже, чем если бы ему заплатили. И вот именно с этой точки зрения нас будет желание интересовать, именно вот эта ситуация может вам подсказать, эта ситуация и те странные пертурбации, которые она содержит, но которые мы опять же не замечаем, ибо мы склонны принимать некоторые вещи за чистую монету, если нам говорят борьба с ксенофобией, мы думаем, что мы это понимаем. Так вот, именно здесь нужно искать истоки того, что я пытаюсь назвать желанием аналитика, поскольку если речь и должна идти о желании Жака Лакана, а очевидно, что весь его проект пронизан желанием в полной форме, именно с этим связана его язвительность, его возражение, его невозможность терпеть упрощение некоторого типа, а я подсказываю вам, собственно, тот первый вывод, к которому мы можем прийти, не существует никакого заранее данного распределения простого и сложного, если кто-то производит упрощение, это влечет за собой огромное количество усложнений в другом месте. Более того, некоторые вещи, которые, как нам кажется, вызваны упрощением, скажем, примитивное толкование бессознательного или примитивное толкование роли чужака в ксенофобическом обществе, это на самом деле всегда продукт определенного рода структурных и мыслительных операций, которые не проще, чем другие операции. Иначе говоря, мыслить субъекты в трехмерном психологическом пространстве, это очень трудно. Чтобы вот так мыслить, нужно для этого пожертвовать огромным количеством реальных факторов, которые сразу опровергают нашу метафизическую теорию и явно в нее не укладываются. То есть, чтобы что-то мыслить упрощенно, нужно проделать огромную работу обрубания, обкатывания, вытеснения и так далее. И в этом состоит также революционное замечание Зигмунда Фрейда. Его можно сегодня вспомнить, когда мы сегодня находимся под давлением моральной критики того же общества потребления или моральной критики хомячков, или еще чего-то подобного. Фрейд сразу решительно заявил, невротику на поддержание бездействия, то есть на поддержание режима отсутствия борьбы с неврозом, невротику на поддержание симптома, на поддержание несопротивления болезненному агенту нужно гораздо больше сил, чем на это нужно человеку неврозом неотмеченному или отмеченному в меньшей мере, скажем так. То есть любое бездействие на самом деле таковым не является. И в этом смысле, если нам кажется, что в старой почти аристотелевской этической манере Лакан не случайно потратил весь седьмой семинар на ее опровержение, показывая, что дурна не столько она сама, ибо Аристотель не мог мыслить иначе, к Аристотелю, разумеется, нет претензий, всякие претензии к Платону и Аристотелю, которые в том числе возникли в философии XX века, разумеется, смешны. Эти люди вне претензий не потому, что они классики, а потому что высказываете претензии, мы не понимаем, что высказываем их именно к наличному положению мыслей и вещей, а, разумеется, не к ним. Так вот, претензий к Аристотелю нет, но есть претензии к тому способу, которому античность была воскрешена и помысленно в бюрократизме нового времени. Как известно, вообще, на самом деле, споры не стихают, и я иногда вижу чуть ли не прямое противопоставление, иногда в каких-то очень теоретизированных местах интернета возникают действительно серьезные столкновения на этот счет. И здесь, как правило, выдвигаются две гипотезы, которые отстаиваются с пеной рта. Некоторые считают, что бюрократизм XIX века в его германской или, скажем, в Павлоперовской форме, вы понимаете, о чем я говорю, связан с воскрешением феодальных настроений. И здесь сразу приводят массу действительно очень серьезных аргументов, показывая на особую организацию армейского сообщества или на особую организацию сословий, на какие-то сентиментальные надежды всех немецких и русских правителей, связанные с представлением о том, что подданные их любят и ждут и поддержат. Эти надежды сейчас и демонстрируют, в общем-то, власть, что, конечно, очень глупо, но ничего не поделаешь. Они достались в наследство, в общем-то, от довольно длительной исторической перспективы. Так вот, эта самая опора на якобы сделающий правильный выбор народа, на какую-то изначальную подлинность и так далее, все это очень похоже на феодальный склад характера, это верно, но есть также, так сказать, западники от этого самого спора, которые всерьез утверждают, этому тоже есть масса подтверждений, правда, более трудных и тонких, но именно поэтому я скорее выбрал бы эту сторону, что бюрократические реформы XIX века, о которых мы всего не помнить, не помним, и даже имен, которые за ними стоят, не представляем, но которые, тем не менее, являются фактически единственной питательной почвой для нынешнего состояния умов. Даже если вы полагаете, что в некотором смысле собой располагаете, что вы питаете, скажем, протестное настроение, будьте уверены, они сформировались в кузнице университета, ибо, как я пытался несколько раз показать, университет, который кует протестное настроение, кует их тем же способом, которым он кует настроение, скажем так, бюрократическое. В каком-то смысле это даже не две стороны одной и той же медали, а одной и той же, но, так сказать, с разной пропускной способностью, то есть с реализацией для разных дискурсов и разных лиц. И ничего удивительного, что с одной стороны именно университет изначально рассматривался в качестве кузницы государственных кадров, так было в Германии, так было у нас, так было во всей Европе, а с другой стороны именно университет воспитывал молодых протестующих смутьянов, которые на самом деле не знают в каком смысле они этот самый подарок возможности быть протестующими получили именно от этой бюрократической университетской формы. И я не пытаюсь здесь намекнуть, что все вещи опять-таки изначально помечены властью, это дискуссия довольно модная в 20 веке, я думаю сегодня она не очень актуальна, потому что мы видим, что в пору, когда власть совершенно растеряна и пытается учесть все, что пишут в блогах, она сама в каком-то смысле уже не является тем, кто властную позицию занимает, она пытается занять позицию сознательную, это конечно для нее еще хуже, но тем не менее символизирует произошедшие перемены. В общем-то иначе быть не могло. Когда-то власть должна была сообразить, что блоги тоже нужно читать, что в общем-то именно подсветка народного подозрения это и есть то, на что нужно отвечать. И в этом отношении я хочу сказать, что сегодня дискуссия о том, что все протестные настроения в каком-то смысле структурированы властью, несостоятельна просто потому, что в этой дискуссии неверно расставлены авансценный фон. Разумеется, этим отмечена метафизика 20 века, ее предупредил Ницше, сказав о том, что этот век будет веком рассуждения о власти, метафизике власти. Такие фигуры, как Фуко, Батлер и многие другие это подтвердили. С одной стороны, сделав все, чтобы наш изначальный ужас перед властью развеять и показать, что это дело тоже структурировано и простроено, что там не так все бесплатно и просто, что тому самому первобытному тирану в этой власти нет места. А с другой стороны, показав и в некотором роде подкрепив достоинство этого тирана, потому что во всех философских дискуссиях 20 века власть выступала чем-то вроде незаблюмого фона. То есть власть это была то последнее, та последняя инстанция, последний круг, выражаясь лакановским термином, чуть ли не вещь, в которой упирались все дискуссии и из которого выводились все понятия. Именно поэтому, когда Адорна с Харкаймером предлагают в диалектике просвещения свою впечатляющую конспирологию, самую грамотную и умную конспирологию 20 века, в которой всем управляет власть, в том числе, разумеется, любым протестным шагом, любым неадекватным движением, но она управляет им не приказывая, разумеется, ибо никто этим не руководит, она управляет им с точки зрения структуры, в которой власть является последним ответом, последним звеном. Именно поэтому очень быстро коррумпируются, или, по крайней мере, некрасиво либерализируются любые протесты, любые возмущения, любые сомнения в системе образования и так далее, все что угодно. Но, тем не менее, в самом общем виде теория Адорна сохраняет власть на своем месте. Я полагаю, что сегодня и к этому предпосылает, в том числе, и поведение власти, за ним нужно посмотреть, за тем, как она пытается все учесть и исправить ошибки, это очень поучительно, это, на самом деле, поучительнейший источник. Было бы очень неверно избрать стратегию упрямого непризнания этих попыток, не потому что они ценны, не потому что они кого-то извиняют, а потому что они признак того, что сегодня сама теория должна измениться и уже поменялась. Так вот, если какого-то рода изыскание здесь возможно, если кто-то будет этим заниматься, если вообще продлится философская мысль в ее социально-критической форме, а в этом тоже можно сомневаться, ибо еще большой вопрос, может ли выжать социально-критическая мысль без того, чтобы ставить власть в центр всех своих рассуждений, сможет ли она пережить эту отмену центральной роли категории власти, пока она этого не демонстрирует, она еще явно этого не сделала, особенно в ее быстрых, так сказать, левацки-мобильных вариантах. Так вот, большим вопросом этой социально-критической мысли и большой ее задачей станет задача по изменению существующего расположения авансцены и фона, и необходимо неким образом власть в качестве фона втащить внутрь круга, то есть необходимо показать, что властная, скажем, государственная инстанция стоит, так понятнее, что эта инстанция в каком-то смысле сама является управляема, но не со стороны тех, кто оказывает на нее давление, хотя это происходит иногда их силами, их руками, она управляема со стороны инстанции, которую невольно создала и которая больше ее самой. Я тут отсылаю к теории Джудит Батлер, которая неудовлетворительна, если мы не внесем в нее коррективы. Вкратце напоминаю в двух словах, что Джудит Батлер учила, ну и учат до сих пор, она жива, просто взгляды ее сильно либерализировались, она учила о субъекте, который действительно полностью сформирован властью, ибо у нас нет оснований, говорит Джудит Батлер, полагать, будто субъект каким-то образом ведет свое происхождение, скажем, от Бога или от Вечной Матери Земли, это все, конечно же, никуда не годится, субъект ходит в школу, субъект слышит речь воспитательницы, она ужасна, это правда, и в этом смысле у субъекта нет никаких источников, кроме власти, я имею в виду власти не только в узком смысле правительства, но и власти во всех проявлениях, включая систему воспитания на добрую долю, субъект происходит из власти, но власть дает так много, говорит Батлер, что кое-что теряется, субъект в какой-то момент начинает действовать против или вне власти, при том, что все еще питается тем багажом, скажем, теми же знаниями, которые власть ему преподала, то есть в какой-то момент происходит мутация, связанная с чем угодно, с чем хотите, хоть с переходом количественного процесса в качестве, это совершенно неважно, мне это Батлер интересует, но действительно получается так, что субъект в каком-то роде это всегда что-то еще, Это какое-то неизвестное прибавление. Вот здесь Баттлер видит возможность для изменения, для переструктурирования, для протеста, для выдвижения каких-то требований и так далее, для изменения вообще, в самом пафосном смысле этого слова. Так вот, я полагаю, что эта теория сегодня не годится, просто потому что ее теоретические ресурсы исчерпаны, что все фишки уже переставлены во всех возможных комбинациях, и необходимо введение элемента, который все время был на сцене, но который мы, это характерно, не считали центральным. Именно не учитывая его роли, мы не совсем понимали, что здесь происходит, и именно поэтому власть так долго сохраняла именно с теоретической точки зрения позиции. Фактически все крупные философии XX века зиждутся вокруг пернициозной роли власти. Так вот, я полагаю, что нужно принять в расчет то, что власть действительно не просто как какое-то теоретическое структурное образование, но на определенном историческом этапе, это было время воплощения в жизнь уроков эпохи Просвещения, то есть конец XVII-начало XIX века, на этом этапе кое-что произошло, и власть сотворила некоторые вещи, которых она не предвидела, которых она не ожидала. И в первую очередь это было процессом бюрократизации, непосредственным результатом которого стал Европейский казарменный университет, который воплощается в том числе и сейчас со всеми его формами репрессий, преследованием, муштрих студенчества и так далее. Но именно этот университет почему-то порождает в протестные формы, порождает их нереактивным образом, не вопреки, то есть не потому, что студенты озлоблены муштрой, разумеется, это не так, они все были в восторге от того, что она существует, от того, что можно бесконечно убегать от нее, обманывать и так далее. Не это сформировало их как протестных граждан, а сформировало их, конечно, позиции преподавателей, которые были людьми чрезвычайно гуманистично настроенными. Иначе говоря, они находились в той позиции, которую Фриц Рингер назвал позицией мандарина, я не знаю, говорит ли это что-то аудитория, позиции сугубо половинчатой, крайне противоречивой. В этой позиции преподаватель мандарин это тот, кто не разделяет злоупотребление власти, но при этом считает, что прививание вечных ценностей абсолютно полезно и всем показано. Для нас это сегодня совершенно очевидно, что вечные ценности и власть это одна и та же петрушка, мы тут ни секунды не сомневаемся, если кто-то этого не понимает, он тут же оказывается в рейергарде. Но понимая этого, мы не понимаем ту цену, которую мы заплатили за это веселое люркморовское знание, за этот нитшанский скепсис. Мы не понимаем того, что фигура мандарина до сих пор сохраняет свою действенность, и она сохраняет ее не только физически, потому что большинство преподавателей того же социалифилфака являются, конечно, мандаринами, еще бы они ими не являлись. Куда же им деваться? Но дело в том, что мы не совсем понимаем, и я сегодня не смогу выполнить имплицитно данное мною обещание и рассказать вам обо всех последствиях произошедшего тогда переворота. Я просто не имею возможности и времени этого сделать. И кроме того, здесь невозможно покрыть разрыв ни одной, ни даже десятком лекций. Необходимо этим вопросом заниматься. Действительно за этим делом внимательно последить, включая актуальный дискусс Мандарина и дискуссию о мандаринах в ее постсартерской форме. Но, тем не менее, я хочу просто выдвинуть тезис, согласно которому теория Баттлера о том, что субъект ускользает от власти, что он формируется как немножечко другое, как немножечко больше или меньше, если угодно. Это не важно. Важно, что здесь есть логическое несоответствие. Оно-то для Баттлера ценно. Есть некоторое смещение от перспективы власти. Что-то еще. И я полагаю, что мы эту теорию сегодня не поднимем заново на ноги, если не поймем, что, по сути, в эту теорию должен быть включен еще один элемент. Это элемент гуманитарного образования в широчайшем смысле этого слова. То есть элемент всего того, что мы сегодня имеем в своем распоряжении, из чего мы куемся, даже если не заканчиваем философский факультет. При этом мы все причастны к гуманитарному дискурсу. Мы там, скажем, все знаем, что человек – это ценность, ну и что-то еще. То есть все вот эти вещи, вся эта сумма знаний, она является сугубо двусмысленной, сугубо мандаринской по происхождению. Это наука тех, кто неким образом не согласен со злоупотреблениями, но тем не менее действительно полагает, что просвещение ценности абсолютно необходимое. Что каким-то образом все же преподавание ценности из репрессивной системы вырывается. Оно не то, чтобы не вырывается. И, напротив, вопрос сегодня стоит иначе. Дело в том, что вся эта гуманистическая пропаганда неким образом необратимо изменила лицо существующей власти. Не признавать этого нельзя. Делать вид, будто мы имеем дело с властью в ее дикой подавляющей форме, сегодня совершенно невозможно. Это извращает ситуацию. Наоборот, проблематическое зерно, тонкость, трудность в существующее вносит то, что сегодня гуманитаризация пронизывает все сверху дониза, включая, разумеется, существующую власть. Ибо там все причастны ценностному дискурсу. То есть сегодня грамотным вопросом о коррумпированности власти является не вопрос о том, что власть, скажем, ворует или осуществляет акты грубого подавления. Она все это осуществляет. Это, собственно, ясное дерево. Но не в этом дело. Дело в том, чтобы увидеть, каким образом самовласть с определенного времени, почти уже два столетия, вовлечена в процесс отдачи долга, который она сама обязалась зачем-то уплатить. Мы знаем, что именно власть является структурой, которая обещает реформы, которая гарантирует проведение общества базовых ценностей, улучшений. Зачем она на это подписалась, никто понять не может. Этот вопрос, скажем, занимает очень перспективного человека. Александра Филиппова, я полагаю, кто-то слышал эту фамилию, это крупный политолог. Александр Филиппов написал статью, которая многих расстроила, тех, кто еще возлагал какие-то надежды на государство, как орган либерализации, проведения морали и так далее. Александр Филиппов отчетливо показал, следуя теории Фуко, что государство – это такая инстанция, которая занята собственным выживанием, то есть обеспечением безопасности. Именно с этим связан термин госбезопасность, чтобы вы на этот счет не заблуждали, это попытка как-то сделать так, чтобы у Кремля не упала башня. То есть госбезопасность – это не то, что касается нас всех, это не то, что защищает нас, это то, что защищает существующую даже не власть, не конкретную элиту чиновников, а именно государство в его существующей форме. То есть государство – это орган, который направлен на самозащиту, в этом смысле это типичное реактивное образование с точки зрения психоанализа. Я в это не буду углубляться, в общем-то, это даже слишком понятно, это на поверхности. Это то, что… Александр, извините, это касается государств и западного, и восточного… Это касается всех государств. Это теория Фуко, она не твердо стоит и приводит массу примеров. Любое государство – это инстанция, которая направлена на самозащиту. Она желает выжить. Вот это ее желание, если угодно. Заметно, что она делает все, чтобы этого не случилось, особенно в последнее время. Все ее действия ошибочны, все промо-акции отвратительны, но тем не менее. Так вот, Филиппов утверждает то, что государство – это то, что желает выжить любой ценой. Государство, начиная примерно с 15 века, когда произошел окончательный раздел, когда каждая страна усвоила себе свой родной язык, основательно поборовшись с латынью на этот счет. Вот с этого самого времени государство нет другой цели, как только поддержит свою безопасность. Поэтому совершенно непонятно, это величайшая загадка, я тоже призываю вас все же подумать, зачем в какой-то момент власть, отмеченная тем, что я назвал высшим воскрешением античности, а я, как уже сказал, стою на античной гипотезе, я полагаю, что возвращение на круг всех гуманистических ценностей и быстрое их воплощение в государственной системе, связанной с подкормкой огромного аппарата чиновников, которые занимались становлением ценностей на местах, скажем, для бедных одни ценности, для другого сословия и иные, но всегда это все проходило под режимом господства ценностей, который так удачно сковырнул нитши. То есть вся вот эта система образования, благодетельствования, благотворительности, внесения благ в умы, и это принесло свои плоды и даже вызвало своего рода некоторую катастрофу философии. Скажем, есть такая философия, называемая неокантианство. Вы сегодня не будете этим заниматься, да и никому это, в общем-то, не надо, это правильно. Это такая философия, которая занята тремя важными понятиями. Добра, красоты и блага. На эту тему написано огромное количество трактатов, целая ветвь философов, огромная университетская шумиха, масса конференций, тонны бумаги. В общем-то, сегодня никто этой философии не считает. Сами философы, разве что иногда к столетию петербургской философии, напишут об этом статейку. И то ввиду того, что этой философией красоты и блага заинтересовались пара отечественных философов. И в этом смысле я даже заинтересован, пока я не нашел это в англоязычном интернете, я думаю, что когда я лучше освою немецкий, что-нибудь откроется в нем. Очень интересно было бы посмотреть, каким образом вся эта неокантианская шумиха возле базовых ценностей, лишенная всякого теоретического смысла, каким образом она была связана с произошедшим за 20-30 лет до этого гуманистическим переворотом в бюрократическом аппарате. Связь, разумеется, есть, она должна быть самая непосредственная, но было бы интересно посмотреть на конкретные дискурсивные воплощения. Как всегда, они и покажут конкретное содержание того, что произошло. Так вот, очень интересно было бы подумать, каким образом получилось так, что власть взяла на себя некоторые гуманитарные обязательства, зачем она это сделала, кому она считала нужным отдать долг, в чем состояло ее виновное желание, и почему это ни к чему не привело, и почему изначально это не могло улучшить ситуацию. Мы понимаем, что не могло. Это как бы ясно нам сегодня как божий день. Это опять то самое правильное дешевое знание. Но нет сегодня представления о том, каким образом это постепенное ухудшение происходило, и, конечно же, почему кто-то решил таким образом подставиться. Вот это самый большой вопрос. И я не хочу все же отклоняться от темы. Я хотел бы показать, что вопрос желания аналитика стоит здесь в виде совершенно непосредственном. Я несколько раз проводил метафору, которая не пришлась аудитории по душе. По крайней мере, один из ее членов яростно возражал. Это была метафора, ограниченность которой я сам полностью признаю. Метафора, которую даже не очень уместно проводить после отсылки к бутылке Клайна и прочим топографическим изыскам, считать это просто метафора, которая позволяет кое-что понять. Это была метафора силовых полей. То есть я проводил ее для того, чтобы сказать о том, что представление о якобы постоянно, эволюционно-поступательно развивающейся истории, которая неким образом двигалась, начиная с первой зари антропологического становления и до сегодняшних дней, вот это самое гегельянское линейное представление совершенно никуда не годится. И не потому что история, разумеется, циклична, мы к этой смешной гипотезе не возвращаемся, а потому что в последнее время, и это, кстати, в том числе заслуга Гегеля и его тонкое чутье, действительно наметились определенного рода изменения. То есть последние 300 лет мы движемся не по прямой, и было бы интересно посмотреть, как в этот момент, когда стало ясно, что по прямой мы не движемся, возникает риторика эволюционизма, научности, которая пытается нам втюхать, что все же какая-то прямая есть. Это очевидная защитная реакция, и это тоже своего рода интересно. Так вот, в последнее время, и я это традиционным философским образом связываю с Декартом, хотя, надеюсь, в свое время дать этому не совсем традиционное толкование, начинают происходить изменения, в которые вовлекается вся субъектная сцена в целом. Эти изменения легче всего, и, в общем-то, правильнее, и грамотнее всего, прослеживать на том характере, который принимает современность речь субъекта, в частности, то, что я в свое время назвал публичной речью. Не случайно в это самое время, во время возникновения субъекта, возникает совершенно новый императив, связанный с тем, что каждый должен говорить, каждый обязан иметь свое мнение, каждый должен сформировать круг понятий и ценностей, в которых он будет отныне существовать. Но тут же возникает некоторое структурное неудобство, небольшой сбой, связанный с тем, что эта эпоха, заявив о формировании субъекта самостоятельного мнения, и ценности этого самостоятельного мнения выступает как эпоха именно критическая. Вы все знаете, что просвещение – это что-то, что щелкает по церквям и так далее. И в этом отношении заявка с самого начала была поставлена противоречиво. Это многие замечали, это даже не заслуга Лакана, это видел уже Юрген Хабермас, это, пожалуй, лучшие его работы после введения общей европейской валюты, и он сильно деградировал. Но, тем не менее, до сих пор этот факт не получил должного именно структурного толкования, а только структурно его можно толковать. Его нельзя просто описать или, скажем, подвесить в форме противоречия. Нужно показать, как это противоречие вызвало к жизни огромное количество мутаций в разных сферах. Так вот, с тех пор, как появилась эта самая публичная речь в форме свободного субъекта, личности, самостоятельного мнения и так далее, при том, что все, в общем-то, отдавали себе отчет, что не таким оно уж было самостоятельным, уже Кант иронически высказывался о том, что у каждого есть право думать все, что угодно, если это не касается сферы, в которой мы делаем все, что угодно. И вот здесь возникает определенного рода сбой, который со временем накапливается, усиливается, получает разные формы. Этот сбой вызывает своего рода протест. Не случайно ответом на эпоху просвещения становится движение, которое сегодня ошибочно называют романтизмом. Ошибочно, потому что, во-первых, оно не едино, во-вторых, ничего романтического там нет. Это, на самом деле, были первые филологи. И то, что здесь накапливается, это некоторое беспокойство, протест против тех мутаций, которые установка на внедрение ценности в речь, и, разумеется, про возглашение свободной речи субъекта ценностью, возникли. Эти мутации я несколько раз пытался описать под видом фатального раскола речи на акт содержания и высказывания, где сложилось так, что содержание практически всегда противоречит акту. Субъект говорит одно, но фактом самой этой речи делает совершенно другое. Именно это легло в основание большинства крупных социально-философских разоблашительных проектов. Скажем, уже адорно замечает, что субъект может провозглашать свободу, а делать это, например, под давлением. То есть акт его высказывания явно не свободен. На самом деле, это простейший пример, их гораздо больше. И я пытаюсь показать, что с некоторого времени, времени, которое мы называем современным, произошло определенного рода закручивание ситуации, при том, что никто об этом закручивании, разумеется, не объявлял, никто его не мог своей личной волей учредить. Оно появилось тогда, когда речь стала функционировать со сбоями. И это уникальная историческая ситуация, это беспрецедентный случай, ничего подобного ранее не было. Если вы, скажем, посмотрите схоластов, то вы удивитесь тому, как безмятежно течет их речь, видно, что у них сколько угодно времени, что они никому не обязаны давать отчета, что их предметом является бесконечная божественная благость, которую нужно выразить в бесконечной же системе логических понятий, и это вызывает к жизни огромные трактаты. То есть все это может быть очень интересно, даже плодотворно, но видно, что речь схоластов функционирует в каких-то особых координатах. По сути, это не акт высказывания, вот как бы я описал эту речь. Это содержание, но не акт. Ничего своей речью схоласт не делает. Он повествует. Он повествует о том философском впечатлении, которое произвел на него Бог. И, напротив, то, что случилось в эпоху, когда речь стала ценностью, когда речь стала системой образования, это одна из разгадок той загадки, которую я вам задал выше, из разгадок того, почему власть все же на это пошла, почему была произведена бюрократически-гуманистическая реформа. Да потому что уже было совершенно ясно, что речь является основной базовой ценностью, и раз она является ценностью, это дело, конечно, нужно взять под определенного рода контроль. Вот именно здесь власть вовлеклась в вещи, в которых она неумела исконно, и в которых она ни ухо ни рыла. Мы видим сегодня, что она ни ухо ни рыла именно в речи. Она не способна грамотно подействовать речью. Она или изрыгает ругательства, или банальности. И в этом отношении власть, конечно, споткнулась на том, с чем она была не в состоянии совладать, но, тем не менее, это тоже симптоматичное спотыкание, потому что иначе быть не могло. У власти не было выбора. Ему нужно было учиться вместе с субъектом осваивать поле публичной речи. Единственное поле, где в последние три столетия что-то происходит. Потому что совершенно очевидно, что даже, в общем-то, и выступление, совершенно молчаливое выступление можно рассматривать как акт высказывания. Другое дело, нужно было, чтобы речь сама приобрела измерение актности, чтобы с ней можно было действия сравнивать. Скажем, в античности сравнение речи и поступка совершенно невозможно. Когда кто-то сегодня проводит фигуру различия по речи и по делам, это, конечно, устаревшая античная фигура. Она не совсем релевантна, она ничего особенного сегодня не описывает, хотя иногда выступает поводом для моральных упреков. Кстати, упрек хомячкам зиждется именно на этим, мол, они постят, но не делают. На самом деле, мы сегодня обитаем в другой ситуации, в которой сама речь различается на содержании действия, то есть на содержание сказанного и акт, то есть то, что этой речи делается. И именно здесь необходимо искать ответ на вопросы возникновения Зигмунда Фрейда, который уже понял, что если что-то можно поделать, то только речью, при том, что это знаменательно, Фрейд сразу размежевывается с речью гипнотизера, то есть инстанция гипноза Фрейда кажется не теоретической, она не описывает те процессы, что происходят бессознательным, субъекту ничего нельзя внушить. Известно, что Фрейд выступал против гипноза, причем не потому, что, как иногда сегодня думают, это очень грубый метод воздействия. Нас здесь запугивают разнообразными голливудскими фильмами, где гипноз – это что-то совершенно непобедимое. А напротив, опять же, революционный тезис Фрейда состоял в том, что гипноз – это слишком слабо, он не действует на бессознательное, это малоинтересно, это в стороне от тех общеисторических процессов, которые Фрейд пытался под именем бессознательного исследовать, даже если не всегда отдавал себе отчет, но Лакан уже отдавал. То есть гипноз – это совершенно не в ту кассу. И если речь идет о действии речи, то это не потому, что речь своим содержанием нам что-то внушает, скажем, что мир прекрасен, протестующий и сумасшедший. А дело в том, что сама речь приобрела измерение актности, то есть сама речь стала определенным видом дела, и измерение это сказывается сильнее всего не тогда, как я уже сказал, когда речь совпадает с содержанием, когда, скажем, мы протестуем речью и совершаем тем самым акт протеста. А напротив, выявилась некая неудобная ситуация, о причинах я не буду говорить, если это кого-то интересует, я отсылаю к прошлым и будущим семинарам. Ситуация, в которой речь, став основным полем происходящего, продемонстрировала способность вступать со своими инстанциями в противоречие. То есть ситуация, в которой акт высказывания противоречит содержанию, это ситуация самая обычная, это сегодня сплошь и рядом. Почти на этом устроены все существующие претурбации, мутации, беспокойства. Именно к этому они обращаются, но о том не знают. И все это имеет свое значение, в том числе и в тех сферах, где мы продолжаем получать наше обычное образование. Именно поэтому я сказал сегодня, что протестующие не совсем отдают себе отчет в том, что является объектом их протестов. Цель ясна, но объект остается в тени, как это очень часто бывает с объектом. Вплоть до того, что Лакану пришлось опровергнуть фрейдовскую теорию объекта, скажем, в виде пениса или туфельки, и перейти на совершенно другой тип объектальности, который он назвал объектом А. Самое важное в объекте А – это то, что это не вещь, а логическое отношение, логический сбой в системе. Именно он, как показал Лакан, является предметом беспокойства и желания. Именно он заставляет вещи двигаться. Так вот, на самом деле, как ни странно, и даже забавно, что можно сегодня через 50 лет это сказать, но похоже, что этим объектом у протестующих тоже сегодня является этот самый объект А. и важно, что он выступает в форме, опять же, предельно вписанной в исторический контекст. То есть, скажем, этот объект, против которого выступают протестующие, можно было бы очень неплохо и даже с большим успехом поискать, например, в области эгопсихологии и вообще наших представлений о психологии, которые нам внушаются, психология все того же трехмерного типа, которая не учитывает бессознательное. То есть, в каком-то смысле протест связан с тем, что существующая, предлагаемая нам в школах теория человека никуда не годится. И вот это вполне может быть объектом протеста. И в этом плане интересно было бы вспомнить очень неудачный визит Лакана в Винценну, когда Лакан приехал к студентам, причем некоторые считают, что это было в мае 68-го, и тем самым путают факты, это было гораздо позже, через год и даже более. И Лакан произнес речь, реакция на которую является прекрасным примером того, что вообще любые реакции на речь задействуют собой вытеснение, поскольку Лакан произнес речь, которая была напрямую адресована левым студентам и которая содержала массу понятных и близких им реалий. Скажем, Лакан употребил термин «единицы стоимости», показав, что эти бунтующие студенты сами невольно выступают в качестве таких единиц. Но студенты речи встретили прохладно, она была зашикана, и, в общем-то, Лакану пришлось покинуть Винцену ни с чем. И вот этот удивительный факт, удивительность которого состоит в том, что Лакан, возможно, впервые в жизни заговорил на языке того самого левацкого движения, с которым никогда не имел ничего общего, что именно эти студенты, читавшие Маркса, могли бы живо отозваться на метафору «единиц стоимости» и что-то понять. Факт того, что эти студенты как раз-таки ничего не услышали, они услышали Лакану чуть ли не хуже, чем люди от майских волнений совершенно далекие, вот это тоже указывает на то, что поле искривлено, что в нем не все можно услышать, не все можно присвоить, что по своей сути речь – это не такая инстанция, которая служит для донесения информации, для установления консенсуса, для вступания в межделовые отношения, а напротив речь – это инстанция, которая непосредственно призвана волновать желания и вызывать сопротивление, скажем, в форме того, что мы что-то пропускаем мимо ушей, что мы не слышим явно то, что координируется с нашими прошлыми действиями и желаниями. Вот это и есть сопротивление. И в этом смысле желание аналитика – это, по сути, такая определенная уникальная инстанция, которая своим желанием избирает изучение именно этих самых искривлений. То есть это инстанция, которая желает знать, почему некоторые вещи развиваются таким, а не иным образом. При том, что эта инстанция отдает себе отчет, что в изучении этих вещей она непременно вмешивается, вмешивается в качестве того портящего дела наблюдателя, которого мы знаем из квантовой теории, и даже хуже. Интересно было бы как-нибудь показать, что вмешательство аналитика – это не просто вмешательство наблюдателя за движением атомов, но оно привносит еще и дополнительные усложнения, которые теория квантовой механики не учитывала, да не могла учесть, потому что она все же имеет дело с вещами более примитивными, то есть она имеет дело с объектами, пусть даже ведущими себя таким непредсказуемым квантовым образом. Так вот, желание аналитика, по сути дела, это не какая-то праздная вещь, связанная с тем, что аналитика обидели в детстве, а по сути это единственная теоретически адекватная сегодня форма вопрошения.